Всем привет, друзья! Вы на канале Bookhouse, меня зовут Костя, и уже завтра настанет Новый Год. Ну, точнее, мы его начнем праздновать уже завтра. По этому поводу хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом, пожелать вам крепкого здоровья, и самое главное, чтобы все ваши желания и мечты исполнились в Новом Году. Ну и если у вас есть желание поздравить меня или тех, кто тоже смотрит ролик, то обязательно пишите об этом в комментариях, и тем самым мы создадим еще больше новогоднего настроения. Примерно год назад, примерно в это же время, я снимал ролик с лучшими книгами года от вас. В этом году я по случайности наткнулся на этот ролик свой и решил, что почему бы нет, надо попробовать. Я опубликовал пост в телеграм-канале, и, как оказалось, желающих поучаствовать в этом ролике набралось очень много. По-моему, там больше 45 комментариев, если не ошибаюсь, причем я на них даже не отвечал специально, чтобы уже во время ролика все их посмотреть. Ну, нет, я мельком, конечно, так пробегался по ним, но детально не всматривался. Скажу вам сразу, что некоторые вещи меня, конечно, там, ну, скажем так, немного напрягают, потому что там есть, например, в худших книгах ремарк, но, как я и написал у себя в телеграм-канале, что у всех вкусы разные, поэтому переживать из-за этого точно не стоит. И если вы уже готовы, то берите что-нибудь попить, берите что-нибудь вкусненькое покушать, и приятного просмотра! Ну, а в начале ролика не забывайте поставить этому видео лайк и подписаться на канал, чтобы не пропускать следующие видео. За год нас прибавилось аж в два раза, я надеюсь, что за этот год мы удвоим эту цифру, и будет нас в районе 6 тысяч, поэтому активность каждого из вас очень важна. Ну, и также не забывайте про мой телеграм-канал, ссылочка на который есть в описании. Формат у нас сегодня простой, я вооружился своим телефоном, я буду читать комментарии, ну, и коротко что-то обсуждать, если я знаю эти книги. Но вообще цель этого ролика — поделиться с вами лучшими книгами среди всех зрителей моего канала. Я уверен, что кто-то из вас точно заберет какие-то из этих книг себе, и, возможно, у вас они станут лучшими уже в следующем году. Обязательно откройте себе заметки или возьмите листочек бумаги, чтобы записать самые крутые книги. Или найти какие-то разочарования, и вообще к этим книгам больше не притрагиваться. Ну, давайте начнем. Лучший определенно Тихий Дон Шолухова. Худшее выделить не могу, хотя назову главное разочарование «Остров погибших кораблей Беляева». Ожидал действительно большего, не мой формат. Тихий Дон Шолухова у меня в планах, конечно, есть, правда, не знаю из-за объема, когда-то я буду его читать или нет, но знаю, что это прям классная книга. Может быть и пора, но точно не сейчас. «Остров погибших кораблей Беляева» не знаю. Что такое, к сожалению, если кто-то знает, пишите в комментариях, согласны или нет. Лучший вечный зов Анатолий Иванов, Тихий Дон Шолухов, Сталинградская идеология Василия Гроссмана «За правое дело» и «Жизнь и судьба». Худшая американская трагедия Драйзера. Вот это было для меня удивлением, потому что увидеть американскую трагедию в худших книгах, это, конечно, для меня прям, ну, очень сильно. Я обожаю эту книгу, это просто великолепно, и я буду ее перечитывать, и вам я уже неоднократно эту книгу советовал. Но, видимо, у всех действительно разные вкусы, и всем не угодишь. Ну, а по лучшим книгам здесь что могу сказать? «Вечный зов» в планах, «Тихий Дон» снова, да? Второй комментарий, опять же, «Тихий Дон». И идеология Василия Гроссмана, я хочу ее прочитать, но пока не могу найти в нормальном издании. Есть в «Азбуке классики», но там слишком тон... Не тонкая книга, а тонкая бумага, там в мягком переплете, и для меня это будет тяжело, потому что там, по-моему, более 600 или 700 страниц. У меня был опыт, возвращаться к нему не хочу. Лучшая книга «Магазин снов» мистера Телергута. Или Телергута, не знаю. Я слышал об этой книге, даже видел, она у меня в рекомендациях где-то вылезала. Ну, не знаю, это, по-моему, что-то современное. Как вы знаете, современное я читаю, но довольно редко, поэтому, ну, не уверен, что буду читать. Худшей, наверное, нет. Как все, в той или иной степени понравились. Напишу, что это учебник по космической геодезии, и молча уйду в закат. Вот такие у нас веселые подписчики. Ну, звучит космическая геодезия и правда. Очень сильно. Хотя, может быть, это очень интересно. Лучшая для меня «Великий Гэтсби Фиджеральда». Согласен, прекрасная книга. «Неведомому богу Стейнбека». Я ее покупал, она у меня есть, но пока не начал. Думаю, что тоже буду согласен, что это классная книга. «Моби Дик Мелвилла». Слушал на английском языке, но не могу ничего сказать, насколько это мой формат. «Матерь тьма» вонагута. По-моему, у меня она в сборнике есть. Но читал вроде бы «Механическое пианино» я только. Худших нет, но меньше всего понравились «Фауст Гёте» и «Дом с привидениями Вульф». Ну, тут даже и мне сказать нечего, на самом деле. Следующий комментарий. «Худшая» – «Рэй Брэдбери». 451 градус по Фаренгейту. Тут я тоже схватился за голову. Думаю, а как? Как это? Может, не понравится. Но на самом деле, если откровенно говорить, то она написана совсем непросто. И тема там поднимается довольно острая, поэтому эта книга точно на любителя. Если вы не фанат антиутопий, то я думаю, что вам, может, книга и не понравится. Хотя у меня это одна из моих любимых вообще. «Лучшая ремарка на обратном пути». Ну, тут согласен. Идем дальше. «Лучшая моя семья и другие звери» – Даррел. Не знаю, что это. «Худшая тайная лавка ядов» – Пэннер. Какой-то Пэннер. «Тайная лавка ядов» – знаю, что это, по-моему, современная проза. Я обошел это стороной. Ну, наверное, и к лучшему. Не знаю. «Моя семья и другие звери» – тоже не знаю. Но раз вошла книга в лучшие, то, может быть, это и правда очень круто. «Лучшая книга. Крутой маршрут» – Евгения Гинсбург. Скажу вам сразу, заранее, что эта книга будет несколько раз сегодня появляться. По-моему, три или даже четыре. И это наводит меня на мысль, что пора ее читать. Не зря же она столько времени у меня стоит, а это уже, наверное, с весны. «Из худших» – ну, нет такой в этом году, но есть такая, которая зашла меньше всего, ибо фундамент сырой и замысел ни о чем. «Дегустаторши Розеллы Пастерина». Это, наверное, что-то из Италии. Я из итальянских авторов, наверное, вообще никого не читал. Если Доната Коризи – это итальянец, то тогда у меня есть книга его на полках. Но я ее тоже пока не читал. Лучшие книги этого года. «Джек Лондон» – «Белый клык» – «Изов предков». «Лавкрафт» – «Хребты безумия». «Стокер Дракула», «Гарри Поттер». «Саммерсет Моэм» – «Мак». Худшая, наверное, «Чехов вишневый сад». «Белый клык» – «Изов предков» у меня уже в планах. 100% «Хребты безумия» я читал. Но, кстати, из всего сборника «Хребты безумия» – да, неплохо было, но я не фанат таких ужасов. Для меня это очень тяжело визуализируется. Поэтому я бы не поставил эту книгу в разряд лучших. «Дракула» читать не хочу. Ну, потому что тоже не мое. «Гарри Поттер» – круто, но книгу не читал. «Моэм» – «Мак». Не знаю, что это даже. «Чехов вишневый сад». Ну, мне кажется, это просто на любителя. Поэтому так. Так я знаком с малой прозой Чехова. Не могу сказать, что это неинтересно. Это очень увлекательно. Это довольно весело. Ну и мысли Чехов там излагать довольно серьезные. «Лучшая» – «Отверженные Гюго». Ну, это, конечно, по праву. Если бы я в этом году читал «Отверженных», то в мой топ в этом году эта книга бы тоже вошла. «Худшую не назову, зачем ей реклама». Ну, согласен. «Лучшая» – «Час быка» Ефремова. Слышал, мне уже несколько раз ее рекомендовали, но сам пока тоже не читал. «Худшая» – «Голубка. Три истории и одно наблюдение». Зюскинд. У него, зная только парфюмера, это просто шедевр. Но других книг так и не читал. И как будто не стоит этого делать, чтобы не портить впечатление об авторе. Уже неоднократно видел такое, что про него говорят, что вот парфюмер круто, все остальное как-то так себе. Поэтому, может быть, и правда не стоит. Дальше тут очень-очень много. Книг прям очень много. Давайте прям я так коротко пройдусь. «Сага о фарсайтах» мне знакома, но тоже не читал. По-моему, там очень большая история. «Последняя война» Кира Булычева. После прочитанного поселка как будто неплохо, может быть. Наверное, даже стоит призадуматься. «Кир Булычев, великий гусляр» – туда же. «Чингис Айтматов, Джамиля» – не знаем. «Плаха» Айтматова. Такое известно, наверное, многие из вас знают. Но я тоже не читал. «Тихий Дон» – уже в третий раз в лучших книгах. Это уже точно знак. «Три мушкетера» – Дюма. «Кроткая» – сборник Достоевского. «Там, где лес не растет» – Мария Семенова. Вот это я не знаю, что такое. «Обломов, обыкновенная история» – тоже сборник. Ну, «Обломова» я читал, обыкновенную историю нет. Но Гончаров в целом неплохо себя зарекомендовал перед моим читательским умом. «Мелкий бес» – Федор Сологуб. Только автора знаю. И «Джон Стейнбек» – «О мышах и людях». Это сборник. Там, по-моему, четыре коротких произведения. Ну, «Стейнбек» – это, конечно, круто, правда. А вот худшая. «Мэтт Хейк» – «Полночная библиотека». Здесь мне сложно согласиться, потому что я читал «Полночную библиотеку». И если сравнивать с другими книгами Хейга, которые я читал, это «Собственность мистера Кейва», «Трудно быть богом», «Как остановить время». По-моему, всё. Да, наверное, «Полночная библиотека» – самая слабая. Но сказать, что это худшая книга года – ну, возможно. Вот у этого человека были просто все классные книги в этом году. И это просто оказалось слабее. Но, как бы, худшая звучит немного обидно. Надеюсь, что всё-таки было, как я и сказал. «Лучшая книга» – «Дюма. Граф Монте-Кристо». Читал я эту книгу в армии. И это, по сути, до такого моего осознанного чтения, когда там, три с половиной года назад, когда я начал, «Граф Монте-Кристо» была единственная прочитанная книга. И я уже задумывался не раз, что надо её купить и перечитать. «Худшая книга» – «Торин и Яковлев. Мистер Вечный канун. Вэлли Хорн». Что-то на очень сложном языке для меня. Но слышал я это название про Вечного кануна, да. Дальше идём. «Лучшая книга» – «Джон Уиндом. День Трифидов». По-моему, там какие-то ребята на обложке изображены. Не читал, но как будто прикольно звучит. И «Рэй Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту». Вот такой вот у нас контраст. У одного человека это худшее, у другого – это лучшая книга. Поэтому я повторюсь ещё раз, что не обращайте ни на кого внимания. Читайте, что вам нравится. И если вам не нравится какая-то там суперпопулярная книга, это не значит, что надо её читать через силу. «Худшая книга. Возьми меня за руку. Форд». Не знаю, кто это. Но здесь есть небольшой комментарий. «Не сказал бы, что это плохая книга. Я её дочитала и с интересом. Но она проще всех остальных прочитанных в этом году. Поэтому, скрипя сердцем, поставила её в худшее. И даже есть ещё одна книга в номинациях лучших. Но она не дочитана. Возможно, она достойная, но я не смогла выдержать нужного повествования. Наверное, ненужного повествования. И странных оборотов автора. Книга называется «Селеста Инг. Всё, чего я не сказала». Про автора я тоже такого слышал, но не знаком. Идём дальше. «Лучшая. Вечная мерзлота» Виктора Ремезова. Ну, тут я согласен. Сам я уже понял, что надо было эту книгу в свой топ-года включать. Я раздумывал над тем, чтобы её туда включить. Но почему-то решил не делать этого. Наверное, это было ошибкой. «Худшая. Empire Falls». Настолько худшая, что я даже её не дочитала. Ну, не знаю. Я читал Empire Falls в этом году тоже. И в целом нормальная история. Я, правда, сейчас особо не помню сюжет её. Может быть, это и показатель того, что она такая размытая. Она большая, она такая тягучая прям. Но для такого чтения, чтобы отвлечься, мне кажется, вполне сойдёт. Другие лучшие книги от этого же человека. «Старик и море Хемингуэй. Грозовой перевал Бронте». Ну, «Грозовой перевал» я читал. Для меня это не лучшая книга, потому что не мой жанр. Я не люблю особо такое. Но «Мистера Хитклифа» я запомнил надолго. Редкий случай, когда я запомнил персонажа. Идём дальше. Лучшие. «Террор» Дэна Симмонса, «Богач-бедняк» Ирвина Шоу. Одна из первых книг, но и прочитанных в осознанной жизни. Потрясающе. «Самерсет Моэм. Бремя страстей человеческих» стоит. Вот там вот внизу на полке, я знаю. «Арчибальд Кронин. Звёзды смотрят вниз». По-моему, меня вот здесь вот на полке стоит. Тоже не читал. «Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита». Я когда-то записал эту книгу в одну из своих худших, но в последнее время хочу к ней вернуться. Поэтому, наверное, стоит перечитать. «Худшие. Повелитель мух Голдинга» и «Майгуль Аксельсон. Апрельская ведьма. Унылая, депрессивная жуть». «Повелитель мух» уже я тоже встречал неоднократно. Что люди говорят, якобы это, ну, слабоватая работа. Мне кажется, она должна просто зайти под настроение. Сам я её не читал. Это, по-моему, антиутопия, если не ошибаюсь. Я фанат жанра. Почему не читал, не знаю. Но вот желания, честно говоря, нет. Но не из-за того, что вы пишете, что это худшая книга. Я обязательно её прочитаю всё равно. «Апрельская ведьма». Я даже не знаю, что такое. «Лучшие. Булучёв посёлок». «Петчет. Голландский дом». «Битва за лукоморье». Книга первая «Худшие. Диалогия Птицевой. Хроники Болотного края». Первую часть вымучила, вторую начала бросила. Здесь так прям, что скомканно. Я не до конца понял, что. Ну, «Булучёв посёлок» точно круто. Как раз таки, по-моему, да, я в этом году её читал. Скорее всего, у меня выйдет ролик с реализацией моих книжных планов на 2023 год. Возможно, он выйдет на новогодних праздниках как раз. Ну, и там мы про посёлок тоже поговорим. И «Гэмри Марка» вошла в худшие книги. Ну, в принципе, если вы не фанат «Ремарка» и вы прочитали «Гэм», то, наверное, да. Можно записать её в худшие. Мне она показалась тоже слабее других, но точно не худшая. «Ремарк» — это прям всё. Для меня все лучшие книги Ирины Богдановой «Мера бытия», «Урок каллиграфии», «Неси меня, леса» и другие. Может, это и правда классно, но тоже не знаю, что это. Если кто-то знает или вот Ольга смотрит нас, то напишите, пожалуйста, что это такое, чтобы я понимал. Худшая — Анна Старобинец, «Переходный возраст», «Фантастика», «Просто фу». Вот так. «Лучшая» — «Эшелонно Самарканд». Слышал про эту книгу, но тоже, по-моему, современная проза. Меня как-то это всегда так отталкивает. Не знаю, почему, хотя среди современной прозы есть очень много классных книг. Но это, не знаю, может, какой-то стереотип у меня сформировался. У меня такая же история была с отечественной литературой, что я её не буду читать просто потому, что это отечественная литература. Не из-за какой-то неприязни, а вот просто так. Меня ещё раньше смущала такая вещь, что как я буду читать книгу, где героев зовут там Ваня, Андрей. Я думал, что там должны быть какие-то Смиты, Джексоны, там, не знаю, Майкл и что-то такое. Я не знаю, откуда вообще это пошло, но вот такая интересная история у меня есть. Худшая книга — «Мавританец». По-моему, слышал про такую, но не читал и, наверное, к лучшему. Лучшие книги, «Два капитана» и «Крутой маршрут». Я говорил, что «Гинсбург» появится ещё. Худшая — «Дислексия». Видимо, издательство «No Age» совсем не моё. По-моему, это издательство выпускало книгу «Полиция памяти». Ну, я, наверное, в этом издательстве, может быть, ещё парочку книг каких-то читал. Но, не знаю, мне кажется, у них такая специфичная литература, которая не всем понравится. Лучшая «Вечная мерзлота» Ремезова. Да, она здесь тоже появляется второй или даже третий раз. Ну, я думаю, вы согласитесь, что это заслужено худшее. На вилле моем. На вилле моем. Как будто я полы мою на вилле. Так сказал странно. Ну, к сожалению, тоже не читал. Идём дальше. Лучшая книга «Игра в бисер». Худших нет. Так тоже бывает. Это приятно слышать, что... Ну, у меня, на самом деле, в этом году не было худших книг, которые я дочитал. У меня было такое, что я начинал что-то читать и просто бросал через две страницы. Но я не могу сказать, что это худшее, потому что я просто книгу не прочитал, мне не захотелось. «Игра в бисер» тоже у меня уже так на примете, неоднократно про неё слышал. Идём далее. Лучшая книга «Замок Броуди». Ну, это действительно классная работа. В совместных чтениях, по-моему, я её читал. И там было что обсудить. Да, этого хозяина семейства, скажем так. Да уж, история, конечно, ну, мягко говоря, не особо приятная. Худшая книга «Повелитель мох». Уже второй раз. Далее. Лучшая. «Дети Арбата» Анатолий Рыбаков. Вот там вот стоит она у меня, да. Честно, очень хочу её читать. Возможно. Ну, нет, ладно. Зимой не буду читать, потому что я не дочитал ещё «Московскую сагу». Там осталась третья книга. Дочитаю «Московскую сагу». Возьму «Дети Арбата» обязательно. Но именно в такой последовательности. «Худшая. Шатуны» Юрий Мамлеев. Что-то я такое слышал. Мне кажется, это на слуху что-то, что многие читают. Дальше большое сообщение. Перечисляю все лучшие книги, которые тут есть. «Триумфальная арка Ремарка», «Самерсетмоем», «Луна и грош», «Мастер и Маргарита», «Михаил Булгаков», «Обломов», «Камера Обскура». А, всё. На этом закончились лучшие книги. Видите, да, масштаб просто. Но это на самом деле классно, потому что, как я уже говорил, по-любому кто-то из вас найдёт для себя просто невероятные книги. Ну, и это же, конечно, хорошо. Но здесь также и худших хватает. «Лунная долина», «Джек Лондон», «Театральный роман Булгаков», «Ночь нежна», «Фиджеральд», «Над пропастью воржи» Селлинджера. Я читал отсюда «Ночь нежна» и «Над пропастью воржи». И вот по книге «Ночь нежна», наверное, я соглашусь. Хотя я эту книгу просто не смог дочитать. После «Великого Гэтсби» я ожидал чего-то прям великолепного. Когда я начал читать «Ночь нежна», мне показалось она скучной. Хотя, вот удивительно, да, худшие книги мы как-то запоминаем. Я помню, что там, по-моему, мать с дочерью отправились куда-то там отдыхать. Они там на пляже с кем-то познакомились. Там были постоянно какие-то заварушки, разговоры, интриги какие-то. Сейчас спросить меня про какую-нибудь книгу там Фредерика Бакмана я вот не скажу вам так. А тут вот запомнил. Ну да, конечно, для меня это была не лучшая книга явно. Я ее не стал дочитывать даже. Дальше идем. Лучшие книги. «Тревожные люди» Бакмана лежит у меня вот здесь сзади на полочке, ожидает своего часа. Записываю ролик я перед Новым годом, поэтому надеюсь перед Новым годом успеть ее прочитать. И вам тоже советую это сделать. В ролике с книгами к Новому году можно вот здесь вот посмотреть его. Вы можете найти, ну скажем так, небольшой отзыв на эту книгу. Дальше. Лучшая книга «Американская трагедия Драйзера». Не могу ничего сказать. Это просто класс. Тоже, кстати, ситуация, когда у кого-то книга в худших, у кого-то в лучших. Джейн Эйр «Шарлотта Бронта». По-моему, у меня она уже есть, эта книга. Но я ее не читал. Джанет Фич «Белый олеандр». Не видел эту книгу вообще. По-моему, ни разу, если честно. Вот там вот так вот. Может быть, вам будет видно. Что-то очень интересное. Но помимо этих, понравилось еще очень много. Великий Гэтсби. Согласен, триумфальная арка Ремарка. Тут вообще говорить что-то не нужно. Стивен Кинг, конечно, и так далее. Худшее почти все, что я читал из Яна Далт литературы. Ну, не знаю. Я ничего не буду говорить. Если хотите эту тему обсудить, пишите в комментарии. Может быть, там пообщаемся. А так, в принципе, у меня нет претензий к этому жанру. Кому нравится, тот пусть читает. Но я обойду стороной, пожалуй. Лучшее в этом году. Крутой маршрут Евгения Гинсбург. Это четвертый или даже пятый раз, когда упоминается эта книга. Если есть здесь те, кто эту книгу читал и забыл ее включить в лучшую, то тоже напишите в комментариях. Мне кажется, что просто огромное количество людей читали эту книгу и настолько ей впечатлились. Худшее особое мясо Агустина Бастерика. Видел обложку, после этой обложки как-то читать не перехотелось. Ну, вот как-то так. Вот такие классные книги, про худшие я не говорю, я говорю только про лучшие, были в сегодняшнем ролике. Обязательно пишите в комментариях, какие из этих книг уже забрали к себе в отложено, что планируете читать. Ну и вообще делитесь своими планами книжными на новый 2024 год. И хочу еще раз поздравить вас с наступающим Новым Годом. Он уже совсем-совсем близко. Да и возможно смотрели вы меня как раз таки в тот момент, когда готовите праздничный стол. Ну а я с вами буду прощаться. Но уже через неделю в то же самое время, в том же самом месте мы с вами увидимся снова. Пока.